всем привет снова с вами мария маша и вы на моем канале я вам сейчас показываю кулоны но это не кулоны это образец пробы красителей которые я купила в магазине леонардо для работы с эпоксидной смолой но это эти красители не предназначены для эпоксидной смолы они предназначены для изготовления мыла я их взяла потому что родные красители как видите есть прозрачные есть матовые они достаточно дорого стоят и прозрачных красителей очень мало в линейке эпоксидных смолу то я только у одного производителя видел и а из матовых получается изделие не прозрачная а мне хотелось бы все-таки иметь прозрачную текстуру и поэтому я увидев магазине леонардо в своем любимом такие красители для мыла решила попробовать них есть несколько видов данный вид вот опять красители я взяла водорастворимых ну вот что-то у меня в смоле они жирной пленочкой такой очень сложно их перемешивать капля правда большая упала может нужно поменьше но это эксперимент поэтому можно я стояст и решила оставить такую большую жирную каплю все-таки мне интересно как она будет вести себя и в таком большом количестве и вот у меня еще есть один гелевая взяла гелевый немного дороже чем водорастворимый гелевый отлично подцепился зубочисткой что водорастворимый не сделал это вот водорастворимый он зубочистка не подцепляется краситель пришлось опять таки капнуть большую крупную каплю и как видим он опять таки капнув но не получилось небольшую капнуть капельку он хуже разводится в эпоксидной смоле чем гелевый из-за того что наверное большая капля более такой темной структурой и плотный а это краситель который я покупала вместе с эпоксидной смолой видите да он тоже разошелся но все равно остался жирными такими пятнышками на поверхности на размешивается он гораздо быстрее и удобней и размешав все красители с эпоксидной смолой я их заливаю формы силиконовые несколько раз приходится перемешивать потому что жирный осадок такой вот как масло когда на поверхности всплывают такими жирными пятнышками здесь произошел такое происходит точно такой же эффект то есть на смоле на смолу на поверхность эти капельки поднимаются и в процессе подсыхания застывание смолы не все-таки пришло приходилось перемешивать еще несколько раз зубочистками там уже непосредственно формах чтобы попытаться убрать все кроме гелевого вот этот гелевый бирюзовый в капельку я заливаю кулончик он больше всех мне порадовал и конечно я попробую следующий раз приобрести гелевых красителей разных оттенков потому что гелевые оттенки более красивой и хорошо себя повели эти красители я тоже буду использовать ну совсем маленьких количествах пипеточкой потихонечку для того чтобы придать цвет смоле оттенок смоле не забить ее цветом а именно оттенок придать то есть иногда хочется чтобы был прозрачный оттенок через которые были видны и блестки или еще что-то вот этого фиолетовый последний на фиолетовый вообще ни о чем цвет единственное его наверное можно будет использовать как черный но я посмотрю какой результат будет после того как смола застынет форму у меня тоже уже к сожалению смола при застывании имеет свойство немного нагреваться и соответственно силикон от нагрева начинает деформироваться от квадратной с прямоугольной формы у меня уже по краям стали такие расплывчатые естественное уже их использовать для изготовления кулонов нельзя новые я заказала ну что-то алиэкспресс доставка очень 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 долго соображает никак я не получу новые формы уже даже пришлось спор открыть даже пожалела что не на джун заказала на джун присылает быстрее но я погналась за более дешевым товарами сказала их на алиэкспресс на что на джун немножко подороже но но как говорится скупают платят дважды ну вот смотрите смола у меня застыла и как видите на поверхности все равно остались здесь маленькое количество было вот гелевый лучше всех себя краситель повел он оставил структуру верх глянцевый все остальные на водорастворимые красители все-таки дали осадок на верхнем слое и да не очень надо будет поработать с меньшим количеством красителя на смолу вот здесь видимо мало было он более-менее такой симпатичный вышел ну вот гелевый до гелевый больше всего мне понравилось очень хорошо себя повел вот синий точно так же относим очень хорошо видны пятнышки и вот это вот фиолетовый но фиолетовый за счет того что маленькое количество и залито было и капнула то есть такой симпатичный тоже вышел ангелочек этой из остатков смолы и все были смешаны в одну кучу оставшиеся чтобы не выливать ну и соответственно цветочек также ну вот так я испробовала красители может кому-то и пригодится всем пока пока